Мэтчап Альянс против Альянс Мэтчап Альянс против Альянса наиболее статичный И здесь уже ничего не меняется на протяжении вот уже трех месяцев Мы говорим кстати о патче 1.12 Игроки выбирают макростратегию равномерного развития И производят войска согласно системе юнит-контра Сперва идут пехотинцы, базовые юниты Затем несколько кастеров, священники и волшебницы Потом в этом же строении в храме истины Производятся ведьмаки, которые контрят кастеров Затем идут рыцари, которые убивают ведьмаков Потом идут грифоны, которые справляются без проблем с рыцарями Ястребы, которые убивают грифонов И если до этого доходит дело, танки Которые справляются как с грифонами, так и с ястребами Без особых проблем Но обычная игра заканчивается где-то на стадии появления рыцарей Сложность и состоит в том, чтобы переиграть противника Не в строительстве верных юнитов А в другом Здесь просто идет все по намеченному шаблону А вот прокачка и верный юнит-контроль Как правило и решают исход такого мэтчапа Немного слов о карте На черепахах в первую очередь есть таверна Стоит сразу же говориться, что в нашем учапе редко используется нейтральный герой Просто потому, что архмаговская аура Чародийская аура Очень эффективна с кастерами и ведьмаками А молоток гнома, который, оглушая вражеского героя, дает возможность Моментально сфокусировать на нем огонь ведьмаков И лишить маны за считанные секунды Тоже не имеет аналогов у способностей нейтральных героев Поэтому нейтралы используются очень редко Свои герои очень хороши На карте есть еще пара стратегически важных магазинов Дело в том, что из монстров, которые их охраняют Выпадает кроме ценного артефакта Еще и глаз разведчик Невидимый и неуязвимый И тот игрок, что сумеет зачистить оба магазина Фактически получает полный контроль За передвижениями противника Кстати, если противники находятся на соседних респаунах Ценность таких разведчиков очень мала Просто потому, что нет переходов из одной части карты в другую Что же еще? Из особенностей можно выделить руны исцеления Которые выпадают из черепах Которые охраняют второстепенные базы Экспанды Вы подбираете руну и лечите у всех дружественных юнитов По 125 жизней Поэтому убивать этих нейтральных монстров Лучше всего распределяя урон По всем своим войскам Чтобы руна использовалась как можно более эффективно Ну что ж Десятая секунда Игра запаузена Туман войны выключен Мы наблюдаем из глаз Бигмана 5 4 3 2 1 Поехали Оба игрока сразу же закладывают алтарь и ферму Но ферму не строят Сделаны для того, чтобы сразу же с самого начала игры Добывать четырьмя рабочими золото нон-стоп Просто грамотная застройка Первый рабочий, который построился Начинает возводить казарму Эскафаз желает удачи Good luck Бигман отвечает You too Тебе того же Построившийся рабочий второй Начинает достраивать ферму Третий построившийся рабочий Начинает возводить вторую ферму У обоих игроков застройка очень грамотная Посмотрите сперва на эскафаз Который фермой и казармами Огородил всех рабочих на лесе Которые будут скоро лес побывать Вот вышел первый рабочий От противника Если например придет враг То он без проблем не сможет добраться К рабочим К уязвимой экономике Бигман тоже при помощи фермы и казармы Почти что полностью оградил Рабочих на лесе Оба игрока заказывают в качестве первого героя Архмага В построившихся казармах Все начинают производить пехотинцев Два рабочих встречаются разведчики Бигман пишет high Эскафаз пишет тоже high Ближние респауны Примечательно то что фаз будет делать фермы Очередные На двух главных проходах Сейчас он должен заложить первую ферму Да так оно и есть Справа на входе к базе И вторую ферму он заложит правее Там где стоит рабочий Бигман достраивает третью ферму Ничего необычного Все ординарно Дехотинцы направляются на точки криппинга Выходит маг и у того и другого И все направляются к черепахам маленьким Единственное отличие заключается в том Что фаз взял с собой пару ополченцев с леса Которые помогут ему прокачаться В этом есть свои плюсы Во-первых прокачка гораздо быстрее пройдет Вы увидите насколько быстро Но и свои минусы Потому что Бигман уже начал делать Грейт главного здания А у фаза до сих пор нет леса на него Потому что он привлек рабочих Фаз незамедлительно Направляется к следующим крипам Даже оставил в рукавице Огра Плюс трексиля Бигман сейчас увидит этот артефакт И начнет рабочим киркой его бить Ну чтобы не достался врагу Фаз уже почти что справился Ему выпадает посох иллюзий Уже злой иллюзий Он почти что убил нейтральных монстров В то время как Биг только-только готовится их зачищать Биг строит четвертую ферму Так фаз получил второй уровень И бежит в сторону базы Бига Рабочий сейчас убил Все-таки он артефакт Он не достался Прямо из-под носа у Архмага Киркой добил артефакт Фаз тоже начал грейт главного здания Грейт крепости И он несет Сделал иллюзию на Архмага И бежит к Бигу на базу Биг возвращается К себе на базу Сейчас он увидит просто фаза И резко повернет к себе на базу Кстати, Бигу выпал жезл молнии Очень полезный артефакт Он требует достаточно много контроля Но при правильном контроле У Бигмана он есть Очень много повреждений может иметь Вот посмотрите, сейчас Сейчас он ополченцев Бигман Направит снова добывать лес А вот на дому своего пехотинца Зажмите кнопочку Он наложил щит молнии И очень долго, очень долго Наносил повреждения Всем пехотинцам фаза Фаз получил такие серьезные повреждения 15 в секунду Всем стоящим рядом С целью на которую наложен Лайфинг щилд Он вынужден отступить на базу И подлечиться На базе у него строится Магическая лавка Аж целых Три рабочих строят ее Ну он сейчас хочет просто Купить свиток регенерации И подлечить мага И своих пехотинцев Бигман бежит за фазом Сейчас он наложил еще один Лайфинг щилд И один пехотинец С щитом молнии Прогоняет целую армию противника Просто убегают от нее От нее пехотинцы А Биг в это время Побил немножечко рабочих Наносит повреждения Серьезной магу У которого осталось всего лишь 150 жизней Уже меньше Уже сотня жизней Маг вынужден убежать И как только он уходит На безопасное расстояние Он читает свиток регенерации Кстати, Биг уже сделался Грейг главного строения И он наполовину уже обучил Горного короля В качестве второго героя И на базе строит храм истины Тремя рабочими Очень быстро Усиленно возводит Фац сделала двойника Архмага И прочитал еще один свиток регенерации Чтобы восстановить Жизнь у пехотинца Фац тоже закладывает Первый храм истины У Бига он уже построился И в Арканов с Санктами В храм истины Первый прист Священник тренируется У Бига здесь явно меньше армии У него всего 5 пехотинцев Причем 2 из них очень битые А у Фаца целых 7 пехотинцев Но Сейчас к Бигману подойдет Горный король Маунтан Кинг Да он кидает молоток В пехотинца И Пехота Бигмана Начинает фокусировать на нем огонь Убить ему Не удастся Конечно же Ах Чуть-чуть Один удар оставался Фац делает грейд на замок Очень быстро У него план дожить до рыцарей Которые контрят прекрасно Как кастеров Так и ведьмаков Если ему это удастся То Соответственно Те Без труда справятся Как с кастерами Так и с ведьмаками У Фаца тоже вышел Маунтан Кинг И Две армии По силе Практически Одинаковые 7 футменов Пара героев Элементаль Только у Бига есть священник один Прист А Биг построил второй храм истины И В обоих Делает ведьмаков Сейчас битва На Маунтан Кинга Накладывается щит молний Он врезается в Самую гущу Врагов Летят молотки С пехотинцем Фокусируется огонь Зажимайте кнопочку Кваль Чтобы посмотреть Количество жизни Которые остаются У пехотинцев У Фаца Остается буквально Четыре пехотинца Которые очень дохнут Ну Бига убивает Крестан Еще одно пехотинцем Размен Прошел Очень Равный По сути Размен прошел Кстати Чтобы построить Рыцари Кроме замка Собственно Фацу еще нужна Лесопилка И кузница И он как раз Занимается тем Что возводит И то и другое Северные Свои базы Бигман Производит Престов Священников В двух арканах И спалбрейкеров У него сейчас Три спалбрейкера Три пехотинца И пара героев Фацу Привлекает Ополченцев Чтобы отбиться От Бига Кидает молоток У пехотинца Биг отступает Драться с ополченцами В такой ситуации Не выгодно Слишком маленькая армия Кстати Бигман Тоже начал делать Грейд Замка Но его цель Не дожить Не кони Не дожить Драться Ему просто нужен Грейд Спалбрейкером Майн контрол Захват магии Который Может переманить Нейтральных Вызванных Монстров В данном случае Элементали Лимит 36 на 34 Практически Равный У Фаца Уже сделался Замок И он В алтаре Тренирует Третьего героя Паладина Бигман Почти Снес Хромыстенный Но Фаца Отбивает Чинит Рабочим Хромыстенный Успешно Отбивается Биг теряет Одного Футмена И снова Отступает Такая Позиционная Борьба Идет Элементаль Он Помирает Он Хотя у Бигмана Здесь явно Больше армии Он отступает Просто Из-за Элементали И снова Ведьмаки Первый Рыцарь вышел Кстати Строится второй В казармах У Фаца Три героя Пара священников Пара элементалей И Рыцарь Это Армия Фаца У Бигмана Основа армии Это Ведьмаки Один священник Пара Футмена Совсем Скоро Сделается Грейт На замок По сути Бигман И ждет Когда Наконец Появится Майн Контрол Чтобы элементалей Водных Единственное Преимущество Противника Свести на нет Переманить К себе Сейчас Предошла Встреча В Маунтен Кинга Кидают молоток Бигмановского Маг Передает ему Светок портала И Бигман Вынужден Телепортироваться Не убив Никого Потерял Свою ферму Так В казармах Делается Грейт На дрессировку Животных Которые Увеличивают Количество Жизней У рыцарей А так же У грифонов И ястребов На 150 Вот Как только Построился Замок Бигман В храме Истины Делает Грейт На захват Контроля Майн Контрол Сейчас Бигман Начинает Крипить Черепах Обратите Внимание На то Что он Не отводит Ведьмака Которого Атакуют Все три Черепахи И как следствие Он потеряет Этого Бедного Ведьмака Конечно же Это немного Глупо Но видимо Ему приходилось Решать Какие-то Другие Задачи Наверное Он был В другом месте МК Получает Второй Уровень Маг Получает Третий В это время Чисто более жирных Нейтральных Монстров Получает В качестве Артефакта Кельталаские Сапоги Не очень Хороший Артефакт И Сейчас Бигман Будет нападать Сейчас будет Финальное Сражение Собственно У Бигмана 8 Спеллбрейкеров Ведьмаков Пара Священников 2 Футмена И 2 Героя У Фацин Лимит На 7 Меньше Но У него Пара рыцарей Есть Причем У рыцарей Грейт На атаку Сейчас Будет Битва Фац Вызывает Элементали Не зная Еще Что У Ведьмаков Есть Уже Грейт На Майн Контрол Сейчас Увидите Как Красный Элементаль Станет Синим Придет На сторону Бигмана Все У Бигмана Теперь 3 Элементали Против 2 Гораздо Больше Армии У Бига Он Убивает Пехотинца Убивает Первого И Второго Священника Все Фокусирует Огонь На Маутен Кинге Паладин Его Подлечивает Пять Ипполченцев С базы Идет На помощь Но Скорее Всего Этой Не Поможет Маутен Кинг Пьет Инвол Бутручку Инвола Сплбрекеры Высосали У него Практически Всю Ману Палыч Подлечивает Как Может Рыцарей У которых Осталось Уже Очень Очень Мало Жизни А Бигман По сути Потерял Только Пару Фокменов Ни один Сплбрекер Не погиб Также Целые Христы И конечно же Герои Все Погибают Ополченцы Погибает Рыцарь Первый И погибает Рыцарь Второй Фац Пишет ГГ ГГ Действительно Хорошая игра Ну что ж Причина поражения Фац Мог бы Выиграть Если Бигман Напал На минуту Полторы Позже Дело в том Что Чтобы построить Рыцарей Нужно Кроме того Что потратить Деньги На замок Еще Отстроить Лесопилку И кузню И строить Все эти Строения Делать Так много Усовершенств Не только Ради того Чтобы построить Один Двух Рыцарей Неэффективно Стоимость Юнита Получается Очень большая Но если Бон смог Построить Еще Двух Трех Доведя Количество До Четырех Пяти То Бигман Было Очень Сложно Ну что ж Это хорошая игра